всех приветствую на своем канале сегодня хочу записать небольшой обзор на 10 копеек 2010 года московского монетного двора скажу сразу сначала делать этого не хотел по одной простой причине потому что линейка широкая достаточно и есть шесть редких монет всего представлено 7 разновидностей и 6 из них редкие но так как у меня есть они есть в наличии не все само собой и обзор получится не таким возможно качественным полноценным как хотелось бы тем кто будет его смотреть но дело в том что у меня все-таки изначально я выбрал для своего вот этого вот youtube канала так скажем направление свои своих коллекционирование по нумизматике так скажем у меня их несколько это советские монеты российская империя и современная российская ходячка и изначально я просто сказал даже как-то неоднократно говорил своих обзорах что хочу во первых показывать реальные живые монеты то есть вот которые вот такие вот живые это раз во вторых пока еще стараюсь принципе это соблюдаю правила выдуманная самим для себя доктрина направленная на то чтобы не покупать даже редкие монеты даже для обзору по современным монетам именно от российской федерации в общем по хотя очки не покупать потому что ну просто для себя вот так решил можно было купить недостающие какие-то разновидности хотя у меня их много не достает именно если брать 2010 год а по сути дела у меня только две разновидности простая одна редкая вот но я решил все-таки идти по этому пути не знаю куда у меня приведет кому это будет интересно ну сейчас ключевые моменты расскажу принципе по определению редких монет на примере того что мне удалось найти и так это вот простые банальные штемпель а я тут отложил несколько десятков монет такому состоянии это состояние а юнси можно сказать то есть они практически без следового обращения несмотря на то что это в разновидности считается рядовой монеты 10 копеек естественно из оборота постепенно вытесняются в связи с инфляцией это всем известно и понятно также и другие копеечные номиналы найти в состоянии юнси либо там а юнси в хорошем блеске ну не считая людей ребят наших так сказать сподвижников переборщиков которые там мешками владеют даже с мандоровскими запайками иногда есть такие деятели так скажем не так то просто поэтому стоит отложить если у кого-то есть я рекомендую все анцевые монеты любые года мелкие номиналы по нескольку десятку по несколько штучек отложить они есть не просят особо ничего бюджет не как-то не не влияют на бюджет так скажем не тянут карман ну на всякий случай может быть когда-нибудь кому-то они понадобятся в коллекцию новым нумизматом там для обмена с кем-то вот то есть ну цена штемпель а в состоянии юнси то есть от 10 до 20 рублей там до 50 это есть в интернете но я не знаю кто покупает может быть тот и берет на интернет аукционах это все есть количестве достаточным на самара нумизматики можно купить больших количествах как бы они там не продаются особо потому что не востребованы принципе у практически всех на самаре находится там это все добро есть так вот за последний наверное ну не год ну где-то месяцев за 8 я перебрал три мешка 10 копеек из них по суммарно плюс еще была из оборота там часть именно 2010 года было где-то что я все записываю себе блокнотик так скажем ну это тоже одна из форм легкой шизофрении наверное кто-то скажет в общем порядка 700 монет было именно 2010 года гривенниковыми на этих из них большинство само собой это простые штемпель а но при этом было у меня найдено из этого количества три монеты редких штемпель b и все они были как назло штемпель b2 вот как надо что-то показать детальная конкретная фокус тут же исчезает благополучно это наверное у всех сейчас пытаюсь поймать и показать различия как же их искать они как сказано в справочной литературе отличаются по само собой как обычно по аверсу по монограмме то есть вот штемпель а видно тонкая буква м изящная такая тоненькая и вот штемпель b буква м она более такая расплывчатая более толстая но говоря простым языком чтобы было понятно она действительно такая толстенькая все ее стойки такая вот прям как пятно такое прям выделяется а букву в штемпеля а стойки буквы м тоненькие вот это но по этому признаку если у вас допустим большое количество монет очень просто и неудрено запутаться и тем более когда ты хочешь найти что-то интересное редко глаз видит именно редко из простого даже в простом простых вещах мы видим раритеты это нормальное явление поэтому есть очень интересный простой способ поиска этих монет с штемпелями b без разделения хотя бы на жена номера там 12b вот вот эти вот окантовка седла у георгия победоносца лошади сейчас попробую поймать но я не знаю будет ли вообще что-то видно хорошо бы для таких обзоров конечно микроскоп ну пока что у меня его нет вот это вот окантовка седла у простой монеты я наверно ничего не смогу показать она виде точек выполнена точки по всей длине а у редкой монеты точек нет там можно сказать что ничего не там просто как виде прямых линий вот либо просто пустое место там нет точек просто окантовка как бы вот два края этих вот идут параллельно две линии прямых и все и если вы имеете монеты эти в количестве десятый год лучше всего просмотреть по именно по окантовки седла сейчас может быть тут получится сфокусироваться вот по окантовке седла вот редкой монет и вот если видно точек нет вот она видно видно окантовка пустая вот это вот полосы а у обычный там такие точечки вот в виде такой гирлянды вот видно да все видели конечно кто присматривался к монетам вот и потом уже когда нашли монету с таким вот окантованным седлом вернее без точек нужно смотреть линии шлифовки обычный букварь как я называю сташкина замечательный каталог разновидностей современной ходячки российской открываем и смотрим вот онлайн каталог b1 направление линии шлифовки вот она пожалуйста b2 то есть я нашел три монеты но я их 2 уже продал по 200 рублей по молодому по мешку там по 300 по 350 они выставляются ну мне как бы это я быстренько этих избавился зачем лишние вот и посмотрим линии шлифовки штемпеля они очень четко и правило видны потому что монеты эти стальные это не латунные и линии шлифовки достаточно хорошо сохраняются естественно имеются различия степени редкости данных монет эти вот b2 достаточно часто попадаются там я точно сейчас не помню то ли b3 у нас достаточно редкая на самаре как-то был было выставлено за тысячу с лишним рублей но старта никто не дал а за 200 я вот отдавал и не жалею об этом ну как говорится может кому-то надо всем как говорится пополнять коллекцию необходимым сериалом спасибо всем за внимание пишите комментарии ищите и находите всем пока